Способа реализовать все желания не существует. Экономический способ производства, которым мечтал Маркс, еще не реализовался. И поэтому нужно работать. И не факт, что каждый получит эту работу, и не факт, что каждый получит желаемую заработную плату, и не факт, что будет удовлетворен от этого. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем. Великий министр юстиции Китая Конфуции начинал, как великий демократ, а кончил, как человек, который придумал целую теорию конфуцианства, которое создало страты в обществе. А великие мыслители, такие как Лао Цзи, придумывали свои теории, дао, зашифровывая их, боясь донести до простого народа. Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. И в иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она три тысячи лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. Что можно сказать? Очевидно, сегодняшний кризис, кризис на рынке нефти, Анатолий Борисович сказал в отношении прогноза по электричеству, по генерации, по транспорту, да, это две составляющие, которые потребляют больше всего нашего углеводородного сырья. 18% примерно вся генерация электричества, потребление углеводородов, и 56% это транспорт. И там, и там есть радикальные изменения. Если говорить сегодня не о каком-то далеком будущем, если говорить о Китае, то, Анатолий Борисович, в Китае к концу 2016 года, то есть к 1 января 2017 года, они уже точно это сделают. 70 гигаватт установленной мощности – это солнце, ветер, солнце, биоэнергетика, все вместе, это ни много ни мало, это 230 гигаватт установленной мощности, плюс 330 гигаватт установленной мощности гидроэнергетики, итого 560 гигаватт установленной мощности – это возобновляемые источники энергии. Это для сравнения в 2,5 раза больше, чем вся установленная мощность Российской Федерации. И самый ближайший прогноз, что Китай теми темпами, которые он сегодня создает альтернативную энергетику, будет потреблять, он один из крупнейших в мире потребителей, примерно до 45% меньше традиционных источников энергии. Это уголь наш, который в том числе мы в большом объеме и разрабатываем, и поставляем, и очень много продолжаем инвестировать в уголь, рассчитанный на китайский рынок. И углеводороды. Можно сказать, что эта эра осталась в прошлом. Сегодня точно можно сказать, что, говорят, каменный век закончился не потому, что закончились камни, точно так же и нефтяной век, можно сказать, что уже закончился. Будет его остаток, я не знаю, сколько там, 10 лет, пока действительно вся инфраструктура электромобилей будет развернута в должной степени. Но сегодня, очевидно, я когда первый раз сел в автомобиль Тесла, я понял, что это будущее, к сожалению, настало раньше, чем мы его ожидали, как всегда. И нужно сказать, что мы сегодня, вот в этом будущем находимся уже сейчас, и, господа, welcome to the future. Это мы находимся здесь. Теперь, что это означает для нас? Михаил Владимирович сказал, что колонизация была замещена техническим порабощением. Ничего не изменилось. Мы проигрываем конкуренцию, мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы не так говорил просто, в силу того, мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают, в стане стран-дауншифтеров. Страны и люди, которые сумели вовремя адаптироваться и проинвестировать в это, они победители сегодня, страны, которые не успели адаптировать собственные экономики и всю социальную систему, все институты, они очень сильно будут проигрывать. И разрыв этот будет, к сожалению, значительно больше, чем в ходе прошлой индустриальной революции. И это нужно себе представлять. Первое последствие вот этой самой четвертой революции, это колоссальный разрыв в доходах между странами-победителями и странами-проигравшими. Колоссальный разрыв в доходах между людьми, которые сумели адаптироваться к этой ситуации, и людьми, которые не сумели адаптироваться к этой ситуации. И большая проблема в серединке. Будет востребованный и будет колоссальный спрос на высокой квалификации специалистов, Будет сохранен спрос на очень низкую квалификацию специалистов, которые в том числе займут вот эти самые мигранты, и будет трагедия для вот этой серединки людей, которые не хотят заниматься низкоквалифицированным трудом и не готовы заниматься высококвалифицированным. Это большая проблема. И об этом нужно, конечно, очень серьезно говорить, размышлять и думать, что с этим можно дальше делать. Что с этим можно дальше делать? Нужно, конечно, изменять все государственные системы, потому что если говорить о будущем, то ключевую роль, как играло, так еще более ключевую роль будет играть государство. Нужно изменять государственные институты.